Дайджест недвижимости. В отчете также отмечается, что жилье на первичном рынке более востребовано, чем вторичное – 50% против 16%. Хотя для каждого третьего потенциального покупателя нет разницы, на каком рынке приобретать недвижимость. Каждый шестой потенциальный покупатель квартиры в России готов стать дольщиком на стадии котлована при предоставлении государственных гарантий. 33% не рассматривают долевое строительство в принципе. Дайджест недвижимости. Жители Кирова и райцентров жалуются на темные дворы. Акцию с наступлением осени запустил Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Освещенность дворов – важный фактор безопасности детей, которые возвращаются из школ, кружков и секций в вечернее время, отмечается в сообщении Центра. За первые две недели поступило около 30 обращений. В основном из Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского и других городов. По итогам акции, как сообщили специалисты Центра, информация о недостаточном освещении или полном его отсутствии будет направлена в соответствующие муниципалитеты. Кроме того, обращения поступят в госжилы инспекцию. Сейчас акция продолжается. Сообщить о недостатке фонарей в своем дворе или районе можно в группе Центра общественного контроля в соцсетях, на сайте Центра или по телефону 38 14 77. В Кирове запустили онлайн-сервис для желающих получить разрешение на строительство. Раздел информации для застройщика создан на сайте регионального министерства строительства и ЖКХ. В нем содержатся административные регламенты предоставления госуслуг, перечень процедур в сфере строительства, схемы территориального планирования Кировской области, региональные нормативы градостроительного проектирования, реестры выданных Минстроем разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию и многое другое. Кроме того, в разделе есть калькулятор процедур, с помощью которого собственник земельного участка может высчитать, какие действия ему необходимо предпринять, чтобы получить разрешение на строительство. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.